МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 декабря по 1 марта наличие зимней резины на автомобилях является обязательным условием. Какой грозит штраф за неправильный протектор шин? Последняя гастроль. Бобруйская белшина завершает чемпионат домашней игрой. Что команда ждет в будущем? А также неконфликтное сотрудничество, праздничный локомотив и попытка номер 5. Беларусь выступит на детском Евровидении когда? Пенсионерка из Бобруйска после телефонного разговора с лживым сотрудником банка лишилась выше 7 тысяч евро. На этот раз жертвой афериста стала 63-летняя женщина. Ей позвонили с незнакомого номера с иностранным кодом. Мужчина сообщил, что с отсчета пенсионерки пытались похитить деньги, однако банк перевел их на страховой счет. Для завершения всех необходимых операций мошенник убедил пенсионерку предоставить все данные. Злоумышленнику также удалось выменить у женщины реквизиты ее второй валютной карты, на счету которой хранились деньги от продажи квартиры. В результате с двух карточек потерпевшей было похищено более 7 тысяч евро. Чтобы иммунизировать риск хищения денежных средств вашего расчетного счета, необходимо соблюдать ряд простых, несложных правил. А именно не передавать никому реквизиты своей банковской карточки, не называть код, в который приходит смс-сообщение, не называть срок действия карточки, трехзначный код с обратной стороны. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19, зафиксированы 126 953 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 101 820 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Число заболевших коронавирусом в мире уже 59,5 миллионов. Прирост за сутки свыше полумиллиона. Большинство инфицированных по-прежнему приходится на Северную и Южную Америку, на втором месте Европы, на третьем – Юго-Восточная Азия. Европа, к слову, готовится к Рождеству. В Англии, Испании и Франции смягчают карантин. Открывают бары, рестораны и магазины. При этом власти предупреждают, если эпидемическая ситуация снова хушится, жесткие меры вернутся. Тем временем ВОЗ призывает не расслабляться в канун Нового года. Добрососедские отношения, прямая линия и новогодний экспресс. Белжиде в канун праздников впустит поезда в Беловежскую пущу. Какое расписание? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими государствами. Об этом на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран заявил Александр Лукашенко. При этом президент отметил, что исключают любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена. БелЖД в канун Нового года пустит поезда для посещения национального парка «Беловежская пуща», где находится резиденция Деда Мороза. Новогодний состав будет ходить два дня – 24 декабря и 6 января. Но при условии востребованности услуги его готовы пустить еще 26 декабря, 2 и 8 января. Как сообщает Белорусская железная дорога, с учетом распространения коронавируса в вагонах будут соблюдаться меры безопасности. В субботу в Абруске будут работать прямые телефонные линии. На вопросы жителей с 9 до 12 ответят в горисполкоме и администрациях районов. Курируемые темы – экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг, социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование. Телефоны для связи на ваших экранах. Беларусь на детском Евровидении прозвучит под номером 5. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась накануне во время открытия Евронедели. Впервые за долгое время церемония прошла без красной ковровой дорожки. Из-за сложной эпидситуации конкурс переведен в дистанционный формат. Первая встреча делегатов из 12 стран состоялась на официальной странице конкурса на YouTube. Голосование за лучшую песню детского Евровидения откроется уже в эту пятницу. Стали очистым происшествия, бьетесь над решением наболезшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Время переобуваться. Уже с декабря водители начнут штрафовать за отсутствие зимних шин. У автомобилистов осталась неделя, в течение которой можно законно ездить на летней резине. За отсутствие зимних шин с 1 декабря по 1 марта грозит штраф до половины базовой. Сейчас это 13 рублей 50 копеек. Госавтоинспекторы напоминают, зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Глубина протектора при этом не менее 4 миллиметров. В осенне-зимний период водителям также необходимо быть осторожным, двигаясь в местах возможного появления детей, вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов. Также необходимо помнить о том, что подъезжая к путепроводам, мостам, предельно быть внимательными и осторожными, так как зачастую они облезневают в первую очередь. ГАИ призывает преобуваться уже сейчас. Также следует заранее переходить на зимний стиль управления авто, снизить скорость, держать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких движений. В субботу пройдет заключительный 30-й тур чемпионата страны по футболу в высшем белорусском дивизионе. Начало всех поединков в 14.00. За тур до окончания сезона Бобруйская Белшина гарантировала себе понижение в классе. 2021-го красно-черные проведут в первой лиге. Последний матч в элите наши футболисты сыграют на родном стадионе «Спартак» в соперниках «Рух». В то же время все внимание болельщиков будет приковано к матчам в Солигорске и Минске. Там должна будет разрешиться золотая интрига. Батес играет против столичного «Динамо», «Шахтер» примет «ФК Минск». Не менее интересная борьба за бронзовые награды. На них претендуют сразу четыре клуба. Оставшаяся часть расписания выглядит следующим образом. Слуск против «Смолевичи», «Источ» примет «Городею», «Витебск» постарается отобрать очки у торпеда «Белас». Славя проэкзаменует студентов из энергетика БГУ, а Неман сразится с «Брестком» «Динамо». Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА